Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Сыну и Святому Духу! Вон мем, премудрость, вон мем, Прайки мигла четвертый, честна пред Господем, Смерть преподобных Его. Слава Господи, всех я же воздадим, Честна пред Господем, Смерть преподобных Его. Честна пред Господем, Смерть преподобных Его. Не отподобитесь нам, слыша не святого Евангелия, Господа Богом молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прибуду я спроси услышать Святого Евангелия. Иртси. Иду, Господи Твоего. От Иоанна Святого Евангелия. Алма Тебе, Господи, Алма Тебе. Алма Тебе, Господи. Хоть истинно, истинно говорю вам, то не дверью входит во двор овчина, прилазит инуди. Тут вор и разбойник, а входящий дверью, есть пастырь овца. Ему преддверник отворяют овцы, слушается голоса Его. И он зовет своих овец, по имени выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними. А овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужих же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужак оглав голоса. Всю притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. И так опять Иисус сказал им, Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овца. Все, сколько их не приходило передо мною, Суть вор и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто водит мною, тот спасется, И войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Слава тебе, Господи! Слава тебе! Господу помолимся! Господи помилуй! 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 Слава тебе, Боже, да слава тебе! Слава тебе, Боже, да слава тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Боже, да слава тебе! П 세� Tú! Глава тебе, Боже, да слава тебе! Слава тебе, Сену и Святому, да слава Духу! Велика и салель olmak, Паменьто, п regarder погуби! Господи помилуй! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Иископу и ежесним пострадавших, и Божий есть храм, и Божий память святого празднует, святых правил, и Бог, и Отец, и Кимаян, и Севастый, помил и спасет нас, как благо и человека любит. Беликого Господа нашего, Беликого Святейшего, Патриарха Московского, и Синяя Руси, и Господи Бога, Всего, и Аблориона, и Прополитония, и Восточного, и Липанского, Беликого Господа нашего, Беликого Святейшего, Песня. 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 Спасибо, Господи, всех вас поздравляю с праздником святого священномучника Альфима, епископа Некомедийского. Дорогой отец Аким, дорогие Господи, братья и сестры, это праздник, который является, святой священномучеником, является покровителем и храма сего, и весь и сей, и особенно покровительство тем, конечно, кто его почитает, он собрался. И время, когда страдали люди за Христа, время было языческое, и сейчас вот посмотрим, что творится в мире, я читал недавно статью, что происходит в Норвегии. Когда родители забирают детей, забирают без документов. И что сейчас совершается в Европе, просвещенной так называемой в кавычках, когда людей специально начинают возвращение с детей самого маленького возраста. И это тяжелое время, которое сейчас как раз есть, время, можно сказать, антихристовое время, потому что все, Христос отодвинут. Объявили какие-то права, свободу человека, и за этой свободой проглядывается антихрист, который разращает, и это разращение сильно действует в мире. Конечно, христианам очень сложно быть в каком плане, потому что кругом, как говорит Владославский, вышел антихрист на битву со Христом, а поле битвы – это сердце человека. Это поле битвы по Евангелию Христосу, говорит, не бойся, малое стадо, а здесь с вами, если они до скончания века. Но много соблазнов приходит, и горе через кого приходят соблазны, говорит нам Спаситель. И в сложное время, поэтому дай Бог крепости всех нам выстоять, сохранить молитву, сохранить веру Христову. И как мы знаем, что Господь, да просветится свет ваш при человеке, да видит добрые ваши дела. И пусть этот свет Христов, он просвещает всех нас, молитвами святаго священно-мученика Анфима, и же с ним пострадавших святых мучеников. Всех так поздравляю с праздником святаго священно-мученика Анфима, и же с ним пострадавших. Спасибо, Господи. Братья, мы все благодарим вас, что вы приехали к нам, чтобы украсить этот праздник. Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мэта, а мы явно посреди них. Нас сегодня собрал Господь здесь, чтобы почтить память его великого подвижника, героя веры, священно-мученика Анфимы, епископа Никомедийского. Нас часто спрашивают, почему вы выбрали именно его, этого святого? Ну, потому что житие его такое, необыкновенное даже, скажем, что особое, что его такая община, вот мы после Рождества совершаем память, там, мучеников, 22 тысяч, некомедий сожженных. Это как раз была община священно-мученика Анфима, некомедийского. За все время с его общиной не было ни одного отречения. Все шли на костер, и последним на костер зашел он и говорит, вот дети мои и я, Господи, пред тобой. Это память такого священно-мученика редко встречается даже, чтобы такая община была. У нас сегодня община и небольшая бывает. Смотришь, один отошел, второй отошел. Как это так случается в это время, когда там такое время было тысячи, десятки тысяч, и ни один, никто не вышел из храма. Выйди. В житиях пишется такое, что один из воинов, который отряд шел там, как скажем, ОМОН, чтобы это, был тайный христианин. И он видит, когда идут, бежит с женщиной, на руках несет ребенка, двое для нее западол держит, со мной потихоньку вернись, говорит, там будет сегодня все. Она говорит, я хочу зайти на небо, чтобы и дети были со мной там. И это послужило в обратное, что она не вернулась, а пошла туда, зашла в этот храм. Вот так. Поэтому этот день для нас, это и образование нашей общины. И мы уже 27-й год живем под покровительством священно-мученика Анфимы Некомедийского. И Господь пока споспешит с нам, несмотря на наши все немощи, какие-то грехи, вот, то Господь милует еще нас, слава Ему. И мы сегодня благодарны вам, братья. Конечно, как-то так, что Владыка не смог по обстоятельствам быть у нас, но мы все ждали, что будет Владыка. Но Владыка, хотя, говорится, благословил вас, мы этому очень рады. Спасибо вас, Христос, братья. На много лета. Спасибо, Господи. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Причастники, благодарься молитвы и высушку. Дарите Господи Божьему, аяками, адрилами, и сегрежными, аморочниками, 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 Господи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok